О предпринимательской среде на Кубани мы говорим с вице-президентом Краснодарского отделения Российского Союза промышленников и предпринимателей Эдуардом Кузнецовым. Эдуард Анатольевич, здравствуйте. Здравствуйте. Начнем с Союза. Давайте определим и озвучим сразу цели и задачи организации и каковы направления деятельности. Вы знаете, Краснодарское региональное отделение РСПП и предпринимательское сообщество Кубани давно при совместной деятельности доказали устойчивость своего взаимодействия к любым кризисным ситуациям и эффективность совместных действий. Это говорит о тех результатах, которые сегодня мы видим на территории Краснодарского края. Это и развитие самого бизнеса, и это уплаты во все уровни бюджета налоговых платежей. Поэтому цели и задачи у нас одни – это найти баланс интересов между бизнесом, обществом и властью. И, конечно, те задачи, которые ставит президент Российской Федерации по реализации всех национальных проектов на территории Краснодарского края. И губернатор об этом говорит, и ставит задачи для своих министерств и ведомств. И, конечно, Российский Союз промышленников-предпринимателей, Краснодарское региональное отделение не стоит в стороне от реализации всех задач. Бессловно, мы понимаем и поддерживаем те задачи, которые определены для развития экономики Краснодарского края. Поэтому любой предприниматель, который состоит в Российском Союзе промышленников-предпринимателей Краснодарского края, он видит и ощущает ту поддержку, которую мы ему оказываем как региональное отделение. У нас для этого есть определенная команда, соответствующий аппарат, специалисты. Поэтому те участники, которые только думают и желают вступить в РСПП, мы, безусловно, их ждем. И они увидят вообще и необходимость, и то направление деятельности, которое осуществляет РСПП на территории Краснодарского края. Следует сказать, что мы сегодня представлены где-то в 30, наверное, общественных советах, комиссиях, рабочих группах, во всех органах исполнительной и законодательной власти на территории Краснодарского края. И если предприниматель обращается к нам за помощью, то, безусловно, мы его информируем о решении тех задач и той поднанной проблематики, в период ее решения. И, конечно, приятно, когда мы, и у нас достаточно много таких примеров, мы видим положительное решение того или иного обращения. Но справедливости ради стоит сказать, что не все, конечно, обращения удается нам решить. Оно связано с тем, что предприниматель поднимает довольно злободневные вопросы в области решения. Это связано с изменением и федерального законодательства, что не очень просто. Но и есть у нас положительные примеры в этом направлении. И нашего регионального законодательства. Следует сказать, что мы, проводя работу по оценке регулирующего воздействия на те или иные законодательные акты, и при обращении предпринимателей, мы вносим изменения, инициируем внесение изменений в законодательство. И те проекты, которые по оценке регулирующего воздействия мы обсуждаем на площадке РСПП с нашими участниками, хочу сказать, что большинство наших предложений, они находят отражение в региональном законодательстве. И предприниматель это видит, что сегодня РСПП это тот орган, через который можно все-таки решить ту или иную проблему и ту или иную обозначенную задачу. Поэтому у нас есть и определенные достижения, и сегодня власть нас слышит, власть слышит исполнительные органы власти, власть слышит законодательные. Поэтому достаточно комфортно сегодня предпринимателю работать. И, опять же скажу, не все вопросы решаются, но успехи у нас, безусловно, в этом направлении есть. Если говорить о поддержке предпринимателя, давайте расширим немножечко, о чем конкретно идет речь? Ну, мы представляем, у нас в названии уже есть это промышленники и предприниматели. Если говорить о промышленности, то губернаторам была вынесена идея, а Российским Союзом промышленникам предпринимателей была она достаточно активно поддержана. И Бударин Виктор Константинович возглавляет региональное отделение РСПП в Краснодарском крае, дал такое нам поручение проработать с нашими членами РСПП этот вопрос. И вот уже с 2018 года был создан региональный фонд развития промышленности, который достаточно активно работает на территории Краснодарского края, развивается. И было принято решение первоначально в 2018 году из средств краевого бюджета наполнить 500 тысяч рублей, 500 миллионов фонд развития региональной промышленности. В итоге сегодня он составляет уже полтора миллиарда рублей и эффективно работает. И по оценке Министерства экономики Краснодарского края, и мы в целом по взаимодействию с нашим профильным департаментом промышленной политики, с нашими предприятиями видим, что результат есть. Сегодня темпы роста промышленности предприятий Краснодарского края выше среднероссийских. И сам фонд показал свою жизнеспособность и востребованность предпринимательским сообществам на территории Краснодарского края. От 1 до 6% годовых сегодня фонд оказывает государственную поддержку предприятиям в различных отраслях промышленного сектора. И хочу сказать, достаточно эффективно. Мы не раздаем денежные средства, мы сегодня инвестируем в экономику Краснодарского края через наши промышленные предприятия. Они работают сегодня и в металлургии, и работают сегодня в легкой промышленности. Было принято решение губернаторам в 2020 году уже на пищевую переработку. Пищевая промышленность получит специальные формы поддержки пока в объеме 100 миллионов рублей. Но я думаю, что и уверен, будет эта мера увеличена поддержкой, потому что у нас пищевая промышленность достаточно эффективно развивается. И востребована сегодня продукция Краснодарского края. И уже губернаторам принято решение в ближайшие три года региональный фонд развития промышленности увеличить до 5 миллиардов рублей. То есть вот эти меры государственной поддержки, они очень важны. И предприниматель видит, что платя налоги, и сегодня экономически выгодно предпринимателю вести открытый, прозрачный бизнес на Кубани. Потому что он получит меры господдержки. И когда он платит налоги, он получает от государства различные формы поддержки, что очень важно. То есть вот эта связь между бизнесом и властью, она прослеживается. Платишь налоги, оказываешь поддержку государству, значит, государство тебе оказывает поддержку в твоем бизнесе. Это очень важно. Я уже, как чуть выше сказал, что у нас в аббревиатуре есть промышленники и предприниматели. Про промышленников мы немножко рассказали о региональном фонде развития промышленности. И у нас достаточно много мер государственной поддержки для предпринимателей. В целом, если говорить о всех мерах поддержки, то их, наверное, около ста. Если говорить о предпринимателях, то сегодня и Краснодарский край в лидерах развития малого и среднего предпринимательства на территории Российской Федерации. Я хочу сказать, что у нас доля малого и среднего бизнеса в валовом региональном продукте составляет 35%. То есть в целом по России она где-то около 20-20 с небольшим процентов. И уже губернатор поставил задачу увеличить вклад кубанского предпринимательства в валовый региональный продукт до 50%. То есть, но это не просто вот губернатор сказал и вы делаете как хотите. Нет, вот те меры господдержки, которые сегодня предусмотрены для нашего предпринимателя, он также сегодня на льготных условиях может получить ее не в банке, где там ежемесячно надо платить процент, где там, ну все-таки достаточно высокий сегодня процент для предпринимателя. А если мы говорим о модернизации, обновлении основных средств, то здесь нужны длинные и короткие денежные средства. Такая возможность есть. У нас созданы и фонд микрофинансирования, и фонд развития бизнеса, и гарантийные фонды есть. То есть, если сегодня предприниматель, даже есть предусмотрены гранты для вновь открывающихся предприятий, которые, ну вот человек задумал открыть свой бизнес, и он, например, не знает, с чего начать. У нас есть каворкинг-центр, где предприниматель сегодня может получить консультации о том, как открыть бизнес, что для этого необходимо, какие-то рекомендации по ведению бизнеса. Он получит помощь в ведении финансовой своей отчетности, юридической. Первоклассные бухгалтера, юристы все это могут подсказать, научить, поддержать и получить грант для открытия своего дела. То есть, таких форум поддержки, опять же, в других субъектах Российской Федерации их не очень много. Я хочу сказать, у нас сегодня в малом-среднем предпринимательстве работает 750 тысяч человек. И губернатор говорит, что уже миллион, и мы видим, что и более миллиона рублей в ближайшие лет 5 мы можем привлечь наших инициативных граждан, вот стать предпринимателями. И причем при поддержке государства в 1,5% годовых поддержка та же самая, она сегодня может быть. Конечно, это опять же инвестиции в наше предпринимательство. Мы не говорим о простой раздаче денежных средств, потому что бюджет сегодня это, безусловно, неблаготворительная организация. И людям, которые хотят стать предпринимателями, надо это четко понимать, что если ты сегодня можешь 5% заработать денежных средств, тогда да, тебе уже можно говорить о том, что ты можешь вести свое дело, быть предпринимателем. А если получить деньги просто бесплатно, потом их проесть и сказать, ну извините, денег нет, а это бюджетные деньги, у нас есть бюджет вообще, он более 75% имеет социальную направленность. Поэтому для нас, конечно, вот эти инвестиции, пусть небольшие, с возвратом, очень важны для экономики и в целом для бюджета Краснодарского края. А сколько компаний и предприятий насчитывает сегодня Союз промышленников предпринимателей? Ну, скажем так, что мы не опираемся только на тех участников, которые являются членами РСПП. У нас большое количество предприятий, так называемых сторонников, которые пока вот смотрят, изучают, что такое РСПП. Но сегодня предпринимателю принять решение войти в ту или иную организацию может быть достаточно сложно, но мы, что называется, за уши не притягиваем, нет желания. Видишь, что надо познакомиться с деятельностью Российского Союза промышленников предприятия больше, там поучаствовать в наших мероприятиях. Пожалуйста, мы открыты для всех и все наши мероприятия, они бесплатны для предпринимателя. Поэтому член РСПП или ты думаешь познакомиться с деятельностью, или на стадии принятия решения войти в состав РСПП или нет, значит, мы открыты для всех. Поэтому сказать, что у нас там определенное количество есть сегодня участников, и мы работаем только с этим количеством, нет. То есть мы на территории Краснодарского края представлены достаточно широко, и знаете, что мы приняли закон о стратегии развития Краснодарского края до 2030 года. В стратегии предусмотрено 7 экономических зон на территории Краснодарского края. В каждой экономической зоне у нас есть свой представитель, который ближе находится к предпринимателям, чтобы те вопросы, которые мы рассматриваем на площадке РСПП, можно было быстрее, оперативнее донести до самого предпринимателя. Если предприниматель где-то находится на расстоянии 200-300 километров от Краснодара, он не должен чувствовать вот эту отдаленность километрии. У нас рядом есть представитель РСПП, который может встретиться с предпринимателем и выслушать ту проблематику, которая его беспокоит, или получить какую-то консультацию. Поэтому мы сегодня все ближе и ближе становимся для предпринимателя, и удобнее ему работать с РСПП, потому что сегодня предпринимателю не надо ехать в Краснодар, чтобы встретиться в РСПП или обсудить какую-то проблему, или получить консультацию. Мы уже идем к предпринимателю, мы как РСПП становимся ближе. Поэтому сокращая это расстояние, мы более сегодня оперативно можем и помогать предпринимателю, и слушать, и слышать их проблемы. Вы как-то сказали, что сложно для предпринимателя определиться, входить в ту или иную организацию или союз. Почему? Потому что сегодня достаточно большой спектр всевозможных общественных организаций. Мы – общероссийское общественное объединение, которое представлено в каждом субъекте РФ. Более 80 региональных отделений на всей территории РФ с такой широкой географией сегодня работают РСПП. Помимо этого, еще есть такие же бизнес-объединения другие, которые работают на территории России, в том числе и на территории Краснодарского края. Поэтому разобраться в спектре широкого предложения, которое сегодня дает общественная организация, но насколько она легитимна, насколько она сегодня действительно может для предпринимателя быть полезна. И вот в одночасье, когда предприниматель в большей степени занят развитием своего бизнеса, очень сложно. Можно и обмануться, можно и всевозможного рода мошенников, взять деньги, не решить там задачу, взять деньги, обмануть. Поэтому предприниматель сегодня достаточно осторожен. Мы с пониманием к такой позиции предпринимателя относимся. И мы при первом нашем, втором и третьем общении его там не заставляем вступить члены РСПП. Мы готовы. Хотя мы общественная организация, живем на членские взносы. Мы не занимаемся коммерческой деятельностью. Но мы оказываем предпринимателям бесплатно любую поддержку, любую консультацию. Юридическую, финансовую, экономическую, любую. Поэтому вот и с этим было связано мое такое высказывание. Спасибо за беседу. Всего вам доброго. Спасибо вам. Всего доброго.